Создать условия для инвестиций и сохранить колорит старого города. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с представителями общественных организаций, экспертного и научного сообщества, на которой обсудили развитие исторического поселения города. Сейчас администрация Самары разрабатывает концепцию устойчивого развития исторического поселения города, работает над созданием организации-оператора по развитию исторического поселения, разрабатывает нормативно-правовую базу для создания условий для муниципально-частного партнерства. Концепция развития исторического поселения. Это документ стратегический, который в итоге должен нам дать для всех правила игры, которые будут понятны, прозрачны и надеюсь, что эти правила игры удовлетворят большинство участников этого процесса. Ну и второй документ – это муниципальная программа развития исторического поселения. Это так называемый оперативный план, то, что нам необходимо сделать первоочередно, куда входят изменения нормативных документов и, соответственно, ремонт, содержание уже непосредственно муниципального имущества, которое находится на территории исторического поселения. Эти работы ведутся у нас параллельно. Мы не ждем ни концепции отдельно, мы не ждем ни программы отдельно. Мы работаем параллельно двумя этими документами. Я хочу, чтобы вы кратко послушали информацию, которую мы подготовили, и чтобы, конечно, всем своим соратникам и друзьям рассказали, чем мы сейчас по факту занимаемся. Если будут вопросы, давайте обсуждать. Очень хочется, чтобы вы принимали непосредственное участие в разработке и того, и другого документа, поскольку и ваши добрые советы, ваши пожелания очень хочется учесть. На сегодняшний день завершена работа над двумя этапами концепции. Проведен анализ успешных российских и международных практик, ключевых проблем исторического поселения Самары. Выполнен обзор нормативно-правовой базы, градостроительный анализ и сбор исходных данных для дальнейшего программирования развития территории исторического поселения. Сформирован пакет успешных практик, применимых к историческому поселению Самары. По итогам выявлены ключевые проблемы функционально-пространственного развития территории и сформированы приоритеты устойчивого развития исторического поселения. Сейчас в работе находится этап программирования развития территорий, который в том числе будет основываться на мнении жителей. Самарцы могут стать соучастниками создания модели развития исторического центра. приняв участие в социологическом исследовании. До 19 ноября все желающие могут выразить свое мнение о том, чем в их понимании является историческая среда, какие смыслы являются базовыми и важными, каким функционалом, по их мнению, должен быть наполнен исторический центр. Концепция основана на модели планирования осуществления проверка действия. Это делает конечной целью работы не разработку мероприятий устойчивого развития, а моделирование самого исторического поселения как устойчивой системы. Она, в свою очередь, предполагает баланс трех действий сохранения развития управления. Каждый из которых направлен на устойчивое развитие определенного потенциала исторического поселения. Поэтому в числе приоритетов меры, направленные на сохранение историко-культурного потенциала, развитие градостроительных возможностей, управление и формирование инвестиционно-привлекательного климата. По словам Татьяны Вавилонской, заведующей кафедрой реконструкции и реставрации архитектурного наследия САМГТУ, разрабатываемые концепции призваны выстроить модель взаимодействия между государством, обществом и инвесторами, чтобы создать максимально привлекательные условия для бизнеса и жителей по восстановлению исторических объектов и развитию инфраструктуры исторического поселения. По итогам разработки концепции будут приняты градостроительные регламенты исторического поселения для территорий за пределами объединенной зоны охраны, стандарты проектирования на территории исторического поселения для корректировки региональных нормативов градостроительного проектирования, Мастер-план исторического поселения как документ перспективного развития, подготовленный на основе соучаствующего проектирования, основные положения которого лягут в основу правил землепользования и застройки, корректировки генерального плана, разработки проектов планировки и межевания территорий. Программа сохранения и развития исторического поселения Самары, которая уже формируется с учетом приоритетов, предложенных разработчиками концепции. План управления историческим поселением Самары как новый механизм управления развитием, включая создание оператора исторического поселения. Люди с удовольствием вкладываются в историческую недвижимость, когда они понимают чуткие правила игры, когда они видят, что это безопасно, это устойчиво, нормально, потому что это намного интереснее, чем вкладываться в какие-то типовые объекты где-то на периферии. Потому что город всегда живее, он всегда интереснее для инвесторов. Это единственное настоящее место для жизни и самореализации. Второй важный документ, над которым сейчас ведется работа – муниципальная программа развития исторического поселения. Программа призвана обеспечить выполнение таких задач, как совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение мероприятий в границах исторического поселения и развитие его инвестиционной привлекательности, сохранение использования и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторической застройки. развитие инфраструктуры и управление процессами развития исторического поселения. Для решения задач и достижения цели программы разработан комплекс правовых, организационных и реставрационных мероприятий и мероприятий по благоустройству. Программой предусмотрены мероприятия по привлечению к проведению работы и сохранению объектов как культурного наследия, так и ценных городоформирующих объектов и просто ценных объектов. И для достижения этой цели предусмотрена передача по льготной ставке, 1 рубль в аренду инвесторам неиспользованных и требующих ремонта объектов, а также реализации объектов через прогрозный план приватизации. Внесены изменения в существующий порядок предоставления объектов культурного наследия инвесторам в аренду за 1 рубль. Так, срок реализации проекта увеличен до 7 лет. При этом первые два года предоставляются для разработки и согласования проектной документации. Оставшиеся пять лет отводятся на выполнение самих работ. Кроме того, ведется работа над нормативно-правовым документом, который будет регламентировать предоставление инвесторам объектов, не являющихся объектами культурного наследия, но являющихся элементами средовой застройки. Я сегодня с такой хорошей отрадой могу констатировать, что все это серьезно. То есть на сегодняшний день историческое поселение Самара наконец-то перешло из русла вот такого вот дитя без глазу, которое у семья нянек, в какое-то любимое чадо. И это очень хорошо, потому что им стали серьезно заниматься. И во всяком случае, те нормативные акты, о которых сегодня говорилось уже, о принятии новой программы «Дом за рубль», для меня это очень серьезный шаг, очень отрадный. Я думаю, что это позволит кардинально изменить ситуацию в нашем городе именно по части сохранения многих объектов культурного наследия. В ходе встречи также обсудили и реализацию пилотного проекта по реновации 129-го квартала, который ранее был представлен главе региона Дмитрию Азарову. Сейчас детально проработан проект ревитализации данной территории с участием инвесторов, и в ближайшее время начнется его реализация. Полученный опыт планируется распространить на другие кварталы. Глава Самары призвала начинать с пилотных проектов, чтобы нарабатывать практику, двигаясь от квартала к кварталу. В части реализации первоочередных приоритетных пилотных проектов формируется концептуальное решение развития территории вдоль линии строительства метрополитена. Пилотный проект туристической тропы «Самарская надземка» в зоне влияния метрополитена от улицы Полевая до улицы Красноармейская, где находятся 17 исторических кварталов и фрагменты застройки 11 исторических улиц. Сейчас детально проработан проект ревитализации 129-го квартала. В случае его одобрения этот опыт будет распространен и на другие кварталы. Виктория Шарой, Константин Головин, События.